Фальшивая дельта Так, друзья, из названия понятно, что фальшивая дельта это фигурное ложное подснятие по сути своему, да, то есть карты остаются в той же последовательности. Значит, снизу у нас крестовая двойка, наверху у нас крестовая тройка. Смотрим, как выглядит фальшивая дельта. Ну и еще разочек. Итак, двоечка крестовая у нас также осталась снизу, троечка крестовая у нас также осталась наверху. Что ж, друзья, прежде чем перейти к обучению флоришу, хочу сказать, что если вы до сих пор не на моем судне, то прямо сейчас поднимайтесь ко мне на борт. Для этого кликните по иконке с изображением кораблика и вы будете подписаны на мой канал. Конечно же, комментируйте и лайкайте видео, чтобы стать лучшим комментатором и выиграть приз. Ну а мы тем временем переходим к обучению этому флоришу. Итак, друзья, давайте смотреть, как выполнять этот флориш, который называется фальшивая дельта. Для того, чтобы выполнить этот флориш, немножечко вам придется, конечно, попотеть, постараться. Сходу он у меня не получился, потому что движения кое-какие были для меня новые и приходилось их немножечко все-таки обтачивать. Но вообще этот флориш считается как бы несложным и для такого уровня, для новичков как раз. Итак, для начала давайте опять же запомним карту нижнюю, это у нас бубновый валет. И карту верхнюю, это у нас пиковая тройка. Итак, как выполняется этот флориш? Обратите внимание, как я захватываю карты перед ним. То есть я захватываю карты в правую руку, снизу у меня большой палец, сверху у меня средний палец. Далее я подношу левую руку, отделяю одну треть. Кто помнит флориш в Five Faces of Cybal, там вот то же самое мы делаем. Итак, отделяю примерно одну треть указательным пальцем. Далее я разделяю здесь вот оставшуюся стопку пополам, используя для этого также средний палец правой руки. То есть левый палец, точнее указательный палец левой руки отделяет одну треть. Далее указательный палец правой руки отделяет половину. Далее вот эта часть, где вот у меня пятерка крести, да, вот эта вот, вот эта, она у меня сейчас пойдет вниз. То есть я начинаю вот эту правую руку опускать вот так вот вниз, чтобы пальцы у меня как бы смотрели на стол. То есть я вот так вот начинаю ее вращать. Итак, вращаю вниз и захватываю вот эту часть, где пятерка крести, большим и средним пальцем. То есть вот этим вот раз я захватываю. Вот, тик, захватываю. Отпускаю указательный, точнее не указательный, а средний, вот на котором она держалась. Я это отпускаю и забираю сюда вот к себе в руку. Забираю и вот так вот начинаю ее вытаскивать. Вытаскиваю. И кладу ее сюда себе на ладонь. Причем вот упираюсь в основании вот этой стопки, где у меня валет. Валет у меня держится вот указательным и большим. То есть уперся, да, сюда. То есть у нас вот часть дельты уже построена, часть треугольника. Далее я большим пальцем упираюсь вот в эту часть, где валет. Вот в эту. Раз. Уперся. И держая ее как бы вот таким вот образом, то есть большой палец и указательный, да, у меня как бы ее придерживают. Я начинаю вот этой частью, с семеркой, начинаю скользить вот так вот вниз. До этого вот основания. И у меня получается вот такой треугольник. То есть вы сделали треугольник. Можете его вот так вот поворачивать. Обратите внимание, он у меня... Одна сторона у меня держится указательным пальцем левой руки. Вторая большим пальцем правой. Третья указательным пальцем правой. То есть сделали треугольник, показали. Вернули его вот так вот сюда, к себе на ладонь. Вот эту часть я захватываю безымянным и средним пальцами. То есть я вот так вот безымянный заношу снизу. Средним накрываю и держу ее. И вот так вот ее провожу по этой нижней части, по нижней стопке. И переворачиваю. Но переворачиваю, положив ее на большой палец левой руки. То есть вот так вот раз и положил. Далее, положив, я подношу эту руку, да, она у меня здесь же рядом. Я захватываю вот эту часть с валетом средним пальцем и большим пальцем. То есть вот так вот захватываю. Вот так вот раз взял. Отношу сюда чуть в сторону. Поворачиваю левую руку. И вместе с ней поворачиваю правую руку, чтобы я указательным пальцем мог упереться вот в эту верхнюю часть. После чего перевожу эту верхнюю часть сюда наверх. А эта часть у меня вот так вот пока что держится в руке. Обратите внимание, большой и средний пальцы я использую. Мне надо ее сейчас перевернуть. Как я делаю? Я беру и вот как бы подношу сюда вот этот безымянный палец. И когда я его упер уже, я начинаю вот этим вот большим просто скользить сюда вот по центру. До тех пор, пока я не захвачу карты вот таким вот способом. А когда я захватил уже карты таким вот способом, я подношу опять же средний палец. Засовываю его вниз, безымянным накрывая. То есть средний у меня вниз, безымянным стопочку эту накрыл, захватив ее, держу я ее. Переворачиваю руку, кладу часть с вальтом сюда наверх, на эту, на ладошку левой руки. И продолжая вращать, я кладу оставшуюся стопку карт поверх этой стопочки маленькой. В итоге у меня валет буби остается внизу, тройка пика остается наверху, то есть фальшивая дельта у нас выполнена. Да, посмотрим еще раз. То есть отделил одну треть, отделил половину. Средним пальцем, да? Точнее не средним, а указательным. Указательным отделил, указательным отделил. Повернул это дело вниз, захватил большим и средним. Эту часть перевожу наверх, эту часть кладу на ладонь. Далее упираюсь большим пальцем, начинаю скользить вот этой стопкой, да? И подравниваю ее здесь вот внизу. Давайте еще раз посмотрим. Начинаю вот этой стопочкой прям скользить. А здесь вниз ее упираю. Получается вот этот вот треугольник. Далее средним и безымянным захватываю вот эту часть, провожу ее, накрываю на большой палец. Далее безымянным, точнее не безымянным, а большим и средним пальцем захватываю эту часть с тузом. Поворачиваю ее, поворачиваю эту руку, вытянув указательный палец. Перевожу эту стопку сюда наверх. Далее упираю сюда вот безымянный и начинаю, вот здесь вот придерживаю тоже указательным. И начинаю скользить, прям скользить вот этим большим пальцем по этим картам. И захватываю их вот таким вот образом, чтобы у меня большой и указательный палец, точнее не указательный, а средний палец. Средний и безымянный. Вообще заболтался уже. Средний и безымянный палец, чтобы у меня освободились. То есть вот я захватил, после чего подношу вот эту среднюю часть, точнее средний палец и безымянный к этой стопочке. Средний запихиваю под низ, безымянным накрываю, поворачиваю, положил эту часть сюда в руки себе. И дальше переворачиваю, положил эту часть себе в руки. Так вот у нас получается фальшивая дельта. Ну здесь карты уже поменялись, потому что я их подтасывал чуть-чуть. Ну что ж, друзья, вот такой вот флориш. Желаю вам успехов в его освоении, потому что смотрится он прикольно. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Не забывайте лайкать, комментировать видео, чтобы выиграть приз. Ну и конечно же поднимайтесь ко мне на борт, если вы до сих пор не на борту. До встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok